Спаси Господи, Бог не Твоя, и Господи, 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 Твои. Тропарь, Кресту и праздничные водосвятия совершаются в честь традиции, установленной еще в IX веке. В середине лета в древнем Константинополе, чтобы защитить город от эпидемий, было принято выносить из храма подлинные древа Креста Господни и освящать окрестности города. Сегодня, как и тысячу лет назад, во всех храмах проходят торжественные богослужения и также освящают то, что несет людям здоровье. Честной Крест находится по частям в разных странах, и он имеет большую силу исцеления. Любое бедствие людей, любое страдание связано с нарушением этих принципов божественной любви, с невидимым действием зла, которое скрыто от взора человеческого. Против силы зла с древних времен было принято освящать водное естество, поэтому этот день называется «Спас на водах». На Руси за праздником закрепилось еще одно название – «Медовый спас». Начинается церковное благословение меда нового урожая. Сегодня верующие приносят в храмы свежий мед, чтобы потом в течение года принимать его во исцеление души и тела. Главное – это изнесение честного ветря в животворящего креста. И люди идут, чтобы поклониться кресту. А мед – это благословение меда нового урожая. Употребляйте его, как обычный мед, пожалуйста, ешьте на здоровье. Свежий мед – хорошие подспорья в дни поста. Сегодня начинается строгий пост, который продлится две недели и завершится 28 августа на праздник Успения Пресвятой Богородицы. Олег Зверев, Сергей Баскин. События.